здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами не стягин олег и многие из вас знают то что мне очень многие присылают интересные наблюдения и находки по google карте а также я их публикую и на этот раз нас порадует руслан м руслан пишет в комментариях что это за ужас что это за чертежи ну как вы догадались именно по этому комментарию я и дал название этому видеоролику ну а также руслан пишет мы где живем что это пока не приблизишь не увидишь весь китай странных полосах как на чертеже конечно мне заинтересовало я открыл google карту был координаты и без труда нашел это место давайте посмотрим о чем речь это вторая меточка от руслана а вот это вот первое начал свой обзор вот именно с этих полос также пишет то что это доказательство того то что эти полосы не дороги давайте рассмотрим более детально о чем нам руслан хочет сказать и показать да он также обнаружил вот такое гигантское количество полос в пустыне гобби также я их начал рассматривать более детально и знаете увидел очень много чего интересного давайте покажу вам о чем речь под примером вот в этом месте можно видеть огромную эрозийную впадину и вот по этой именно эрозийной впадине несмотря на разнообразные провалы уклоны также проходят эти полосы давайте более детально рассмотрим вот к примеру одна из полос как видите невзирая на овраги они проходят идеально ровно то есть это ничего не связано заборами вот здесь эту полосу хорошо отчетливо видно как она проходит а вот в этом месте можно обнаружить то что такая полоса как бы возвышается в овраге такое ощущение что что и вымала и она обнажилась здесь полоса дальше проходит здесь также отчетливо видно то что эту полосу вымала водной эрозии и она обнажилась то есть поверь появилась верхушка такой полосы здесь также кусочек этой полосы видно а вот здесь они расходятся а также мы можем увидеть какие-то строения ну и рядом лэп проходит я думаю вы не думаете то что именно вот таким способом наши современные власти разделяет участки для местных жителей это нелогично во первых во вторых посмотрите как эта полоса проходит вот здесь небольшой перекресток еще такая полоса уходит вниз в овраг здесь также эта полоса обнажилась знаете такое ощущение что эти полосы это такая вставка между тектоническими плитами как бы разделяет одну часть плиты на другую а также немного далее можно увидеть что что это не заборы вот здесь к примеру можно видеть скотт я назвал эту меточку овцы также отчетливо видно как они пасутся и забор им не помеха да я назвал это забором так мне легче ориентироваться в этих полосах давайте посмотрим еще более детально что это за полосы под примеру в этом месте опять они соединяются и расходят расходятся в разные стороны опять мы видим то что уходит одна из полос по оврагам вниз также вот здесь отчетливо можно увидеть как водная эрозия то есть ручьи подмыли эту вставочку и она обнажилась отчетливо видно вот здесь также отчетливо видно как она обнажилась эта полоса да я согласен с русланом это очень и очень странно я также более детально исследовал эти полосы монголии эти полосы да находятся в монголии и также увидел очень много чего странного а также хочу заметить то что на некоторых полосах уже стоят заборы то есть их используют для своих нужд то есть скорее всего выдерживают направление теперь давайте пометочка моим то что я здесь интересно увидел а также остальные метки от руслана увидим здесь к примеру метка под названием забор вот в этом месте примеру отчетливо можно увидеть что-то наподобие столбиков то есть точки а вот здесь этот забор засыпан чем непонятно далее я вам немножко попозже покажу как на самом деле выглядит забор а также давайте замерим среднем расстояние между столбиками почти шесть метров самое маленькое расстояние давайте приподнимем карту а глянем меточки посмотрим также вот в этом месте отчетливо можно увидеть скот как он гуляет пасется и рядом такие же полосы то есть для скота принципе эти полосы не помеха я вам показал то что некоторые из полос используют как заборы то есть по ним просто создают забор это как направление и ничего более так вот таких вот полос здесь великое множество сотни тысяч километров я не думаю чтобы проявительство монголии или местные жители смогли бы создать вот столько заборов не . под названием руслан 2 вот здесь пересечения таких полос также мы здесь не видим уже не столбиков ничего либо подобного да я вполне могу представить то что это обычный забор который состоит из столбиков и натянута проволока и под проволокой может быть прорастать трава и всего лишь такой эффект создается но тогда посмотреть если на всю нелогичность таких заборов как они проходят и на какие участки нарезается земля то вообще ничего не складывается так участки не нарезает а также такие полосы проходят не только по ровной местности как видите и по горам кое-где конечно такие полосы не идеально ровно проходят немного далее я нашел фотографии рядом проходит железная дорога мы можем увидеть вот такие вот столбики то есть обычный забор между столбиками натянута проволока и как видим то есть под проволокой никакой полосы нету а если приблизить по максимальному карту мы отчетливо увидим эти столбики даже можем замерить расстояние 6 метров так вот о чем речь то что где находятся заборы отчетливо видно по гугл снимкам отчетливо видно столбики как стоят а вот те то что я показывал полосы перед этим они не имеют столбиков вот такие вот наблюдением у руслана а мы давайте посмотрим что же здесь еще интересного можно увидеть и необычного и поверьте здесь очень много чего интересного давайте начнем с меточки под названием пень вот здесь интересный горный массив как видите он имеет вот такую цветность химическую как бы я сказал и вот в этой горной местности обнаружил вот такой вот интересный пенек посмотрите как он выглядит и по моему ощущению то что в прошлом это был единый цельный монолит а сейчас верхушка просто обломана и этот слом просто отчетливо отлично видно конечно путешественникам очень сложно по этим местам путешествует да и мало кто задумывался вообще о таких вещах как кремниевые деревья рост камней рост гор поэтому в основном люди путешествуют по городам и селам но не как по безлюдным местам а также прошу вас заметить какая структура у этих отвалов вот к примеру вот в этом месте мы можем увидеть отчетливо небольшую кучку кучка скорее всего отцепная просто взяли и высыпали самое интересное то что эта кучка гигантского размера но рядом не менее интересное горное образование находится давайте посмотрим у вас сначала сверху а потом более детально да к сожалению google снимки не такие уж отчетливые он даже по ним и можем рассмотреть всю необычность этого горного образования посмотрите какие полосы интересные и натеки такое ощущение что здесь в далеком прошлом кто-то что-то вывалил по типу жидкой массы и разровняли здесь границы это отчетливо видно какой средний примерно толщины этот горный массив фантастика не правда ли дорогие друзья но опять скептики скажут то что это столкновение тектонических плит сжатие которое произошло много миллионов лет назад ну странно когда так-то получается всего лишь в небольшом месте плиты столкнулись и создали вот такой узор и более нигде вот так рядом небольшой отвальчик выглядит также очень фантастично выглядит да я вижу то что здесь поработала водная эрозия я скорее все думаю то что это именно есть отвалы древних цивилизаций как видите здесь отчетливо видно слоя разноцветные то что весь этот массив данный момент размывается водой и растекается в разные стороны ну а также рядом не менее любопытное место вот здесь я меточку оставил и сразу дал название петроглифы и петроглифы горы дел так называются фотографии здесь можно увидеть петроглифы как обычно все это нацарапано но также попрошу обратить внимание на саму структуру камней как она выглядит интересно и любопытно таких рисунок как видите здесь огромное количество давайте немного дальше продвинемся я вам покажу еще более интересное место вот здесь знаете такое ощущение как будто на горный массив просто какой-то гигант кинул огромную кучу песка и она знать и так часть этого горного массива просто засыпала да конечно скажут это ветра надули не знаю почему именно в этом месте надуло песок на горный массив а в этом месте нет да я понимаю бывают гигантские ураганы а также рядом очень огромная гигантская каменная лепешка как бы я бы ее назвал посмотрите как она выглядит с высоты более 70 километров а теперь давайте эту лепешку каменную рассмотрим более внимательно и по фотографии я уже оставил здесь меточки я думаю вам будет очень интересно фантастика не правда ли дорогие друзья и здесь опять создается впечатление то что в далеком прошлом этот горный массив был в жидком состоянии и знаете вот таких вот именно гор я встречал огромное количество это в казахстане в америке европе и также высказывал свои мысли то что именно вот такими вот каменными лепешками засыпали какие-то святые места выход из силы или что-то подобное а далее у кого осталась память люди приходили в эти места и строили храмы свои и молились на эти места практически везде где бы мы не встретили вот такие вот жидкие или оплавленные формы везде стоят храмы и и люди хранят какую-то тайну и не договаривают давайте еще более детально рассмотрим вот здесь также отчетливо видно то что в далеком прошлом этот горный массив был в жидком состоянии и и вообще вся эта каменная лепешка больше похоже на хвостохранилище то есть место отработанной породы есть такая технология как вычелачивание то есть бурят под землю заливает туда огромное количество кислот а далее выкачивают жидком состоянии беру что надо и выливает то есть в определенных местах далее вот такие вот лепешки застывают и принимать такую интересную форму и растрескивание вот такие вот у меня наблюдения дорогие друзья на сегодня хотелось также услышать и ваше мнение по этому поводу что это может быть такое обычное природное явление или все-таки это следы древних высокоразвитых цивилизации на остатках которых мы и пытаемся добыть тот то что осталось а на этом я заканчиваю этот видеоролик надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч и и Субтитры создавал DimaTorzok